Добрый день, мои подписчики! Вы находитесь на канале Лисица и с вами Анна. Сегодня я хочу вам показать мою ешту. Тут растет не только ешта, тут растет и черная смородина, и крыжовник, и ешта. Вот эти все кусты, я их посадила 2 года назад. Это сейчас вот 3 год, я их осенью сажала. 2 года назад я сажала вот таким кустиком. Вот эта палочка, чтобы я знала, где она. Вот такую одну веточку. И вот считайте, уже 3 год, вот она какая. Осенью я обрезала только поломанные сухие веточки. Здесь еще обрезать ничего не надо, они еще все молодые. Ешту вообще начинают обрезать где-то на 4-5 год, когда уже видно, что они старые ветки, и их надо уже омолаживать. Сейчас вот третий год вот этой еште. Вот в этом году уже будет приличный урожай, должен быть. На зиму я их обложила соломой с перегноем, такую, чтобы он не вымерзло. И я очень довольна, что я это сделала, потому что у нас вот было в прошлой неделе минус 21 мороза. Надеюсь, что корни я спасла, веточки, вот как видите, почки все живые, все вот так. Ну, уже будем видеть по мере, как придет лето, будем видеть дальше, что у нас. Но пока что вот я хорошо сделала, что я это сделала. Вот они как пошли, вот мои кусты. Вот здесь. Вот это все ешта. Я люблю ее за что? За то, что она очень быстро растет. У нее очень крупные такие черные ягоды, вот как у черной смородины. Ешту сказали мне, что это гибрид смородины с крыжовником. Но мне она очень нравится. Вот они такие кустики. Вот я осенью делала зачистку, которые сухие и поломанные. И вот тут были поломанные. Я поставила, видите, три веточки. Пока что почки живые. Посмотрим, оно пойдет или нет. Вот это черная смородина, кустик. Они у меня вперемешку я сажала. Вот это тоже черная смородина. А это ешта я посадила осенью. Новый кустик. Вот она какая. Все молодые, хорошие веточки. Ну, третий год только еште. Здесь же у меня растет и крыжовник. Вот крыжовник колючий. Вот она. Вот она. Там черная смородина. И эта смородина. Крыжовник. Хорошо принялись мои ветки. Вот это я посадила маленькие-маленькие. Вот до осени они были все с листиками живые. И уже посмотрю на весну, как они будут. Ну, вроде как почки есть. Вот такая у меня плантация небольшая. После этой зимы надо будет их сейчас обработать. Я купила железный капорос. Надо его развести и побрызгать полностью. Вот смотрю, там у меня ветка порченная. Надо будет ее прийти вырезать. Ну, там на ней грибок, видать, вырос. Надо обработать обязательно. С железным капоросом. А тут у меня молодые яблоньки. Вот одна. Вот вторая. Там дальше третья. А тут яблони. Старые они были. Сын приехал, опилил. Пытаемся омолодить их. Надеюсь, получится. Ну, весна. Это пора надежд. И мы надеемся. С вами была Анна. Сегодня 10 марта. На улице плюс 7. Это если считать, что на прошлую субботу было минус 21. До свидания. Подписывайтесь. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. Анна. Анна.